На духовном пути, конечно, необходимы провожатые. И для христианина зачастую этими провожатыми становятся святыми. У каждого, кто живет церковной жизнью напряженной, есть какой-то свой круг святых, которым они чувствуют особое родство. Для кого-то это преподобные, для кого-то святители. Но XX век нам дал множество новомочников, которые очень близко нам и по времени, а порой и по месту, как это произошло с владыкой Демианом, владыкой Ануфрием. Они были курскими епископами, и отсюда они отправились на свои страдания последние. Сегодня наша историко-архивная комиссия на Школе Православия представляет две книги. Первая книга, автор ее Евгений Семенович Карпук, «Священномочник Демиан», слово «Священномочники Демиане» и его семье и роде. Это родословное, которое составил Евгений Семенович, где говорится не только о самом владыке Демиане в этой книге, но и о его братьях. Некоторые из них были священниками, все кроме одного брата, сестрах, других родственниках. Прослежена генеалогия до середины XVII века. Кстати, род чувствуется и прослеживается даже характер рода во время исследований. Да, род владыки Демиана – это, в общем-то, по большому минимум 300 лет служения православию. Что, будем говорить, меня заинтересовало, что ли, или не то, что заинтересовало, на самом деле очень интересный аспект. Статью писал к событиям 1905 года, революцию имеется в виду, ну, это так называемая революция в историографии советской, 1905 года владыка Демиан. Вот эта статья, вот, ее можно было публиковать в 1914 году, она бы была актуальна. Я имею в виду о событиях на Украине. Вот о чем он предупреждал, в общем-то, на сегодня видно, что все это сбылось. О чем он, об опасности этого бунта, ну, русского бунта, о расколе общества. Вот этот документ меня просто поразил тем, что его, ну, однозначно, в 1914 году можно было публиковать, как и Украину добавить вместо Санкт-Петербурга, как вчера написано. А так, вообще, довольно-таки сложное было исследование, если говорить про исследование само, то в пяти городах и шести архивах проводилось, в том числе, кстати, и на Украине. Это хорошо, мы успели, потому что сейчас архивы Украины практически нам, россиянам, вообще недоступны. Тогда мы успели, было установлено вот полное, точное имя жены с девичьей фамилией владыки Дамиана, которая скончалась, собственно говоря, и после ее кончины принял решение Дмитрий Воскресенский, тогда отец Дмитрий, принять монашеский сан. Два сына было, Андриан и Михаил. Андриан пропал, ну, будем говорить, пропал еще до войны, с поля зрения. А Михаил участвовал в войне, был награжден, отмечен орден Красной Звезды у него был, после принял священнический сан, и тоже так же посвятил себя служению церкви. Первое, конечно, что ощущаем, когда произносятся имена этих святых, родство, близость, что это наши святые. Я думаю, что многие из тех, кто сейчас почитают этих святых, они именно, вот первое слово, так сказать, это наши, наши. А потом уже открываются, так сказать, другие какие-то измерения в личности святого. Оказывается, он не просто служил, но он еще и проповедовал, о чем проповедовал, что он говорил, вот, как он вел себя, как он отвечал на вопросы различные, как он не поддавался на провокации, которые... А время гонения, оно чем опасно? Тем, что было множество провокаций различных, организованных. Вот, когда человека заманивали, заставляли его вести так, чтобы он проявил малодушие, вот. И поэтому наше современное время, оно похоже на то время гонений, в том, что тоже присутствуют провокации. Может быть, неорганизованные, да, может быть, в виде как эксцессов, да, можно сказать. Вот. Но, тем не менее, вот это давление, конечно, христианин всегда ходит опасно, да, вот. По этому миру не должен расслабляться. И нужно, во-первых, так сказать, вот, установить связь с Богом, да, вот. И понять, как ты вот в тех условиях, в которых ты находишься, как ты можешь выполнять волю Божию. Вот. Это самое главное. Поэтому каждому времени свой какой-то подвиг. В период гонения там моченничества, в период общего такого расслабления, может быть, как раз вот преподобничества где-то, или просто вот праведная жизнь в миру, это тоже очень непросто. Это семейная жизнь, это воспитание детей в вере, это, может, так сказать, просто посуду мыть, не ожидая, пока кто-то где-то там закричит, так сказать. Вот видеть, упреждать какие-то вот дела и брать на себя, брать на себя ответственность, да. Опять же, добросовестно оснаститься к своим там служебным обязанностям. Это тоже часть, в общем-то, христианской жизни. Потому что не работать так спустя рукава, говорит, что вот, а я вот там ночами молюсь, поэтому я, так сказать, на работе могу просто, так сказать, дремать там или отсматривать соцсети, там, что, так сказать, вот, почту свою в служебное время. Вот. Нужно ответственно относиться к тому, что нам Господь поручает. И тогда открывается, вот, вот, открывается тот подвиг, тот путь для человека. Ну, в первую очередь, конечно, должна быть установлена связь. Вот. И не выходить из этой связи, не терять ее. Вот, собственно, смысл это молитвы. Вот. Мы посмотрим, как, вот, так сказать, верующие в другой монотеистической религии, как они там пять раз в день, так вот, строго, четко, где бы они ни были, чем бы они ни занимались, они вот строго, так сказать, в этот момент молятся о христиане. Даже перед трапезой, вот, ну, перед трапезой, может, еще вспомним, а после трапезы уже не всегда, так сказать, благодарственные молитвы читаются. Поэтому, вот, нужно быть верным в малом, вот, и эта малость будет потихонечку увеличиваться. Вторая книга, автор ее, священномучник Ануфрия. Это небольшая брошюра, вопрос о спасении в сочинениях святителя Филарета Московского, митрополита Московского. Вот. Это кандидатская работа и ромонаха, которую он защитил в Санкт-Петербургской духовной академии. Вот. Эта работа не публиковалась, естественно, после 1915 года ни разу. Вот. Она была найдена в архивах. И вот сейчас, теперь ее можно прочесть всем нам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...